Евангелие от Луки, глава 21 Евангелие от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела. И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал, придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено. И спросили его, учитель, когда же это будет? И какой признак, когда это должно произойти? Он сказал, берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем моим, говоря, что это я, и это время близко, не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тот час конец. Тогда сказал им, восстанет народ на народ и царство на царство. Будут большие землетрясения по местам и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Прежде всего того возложат на вас руки, и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце, не обдумывать заранее, что отвечать, ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, не противостоять все противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят. И будете ненавидимы всеми за имя мое, но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей. И падут от острей меча и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумения, и море вас шумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидят сына человеческого грядущего на облаке с силою и славою великою. «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». И сказал им притчу, «Посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Днем он учил в храме, а ночи выходя проводил на горе, называемой Елеонскою. И весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok